Приветствую вас, Елена. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Я не понимаю, почему люди не уважают мои границы и могут сказать, что они через час будут у меня в гостях, или что на конец месяца взяли билет и приедут в гости ко мне. Им пофигу, удобно ли мне их принимать или вообще хочу ли я их видеть. Такое может сказать как и подруга, так и родственники. Когда я слышу такие вещи, то устраиваю скандал, говоря, а кто спросил меня. Вообще у меня работа, я не могу вот так просто в любой день взять отгул или два. А ещё меня не спросили, хочу ли я кого-то видеть вообще. На что они мне отвечают, мы же близкие люди, я что чужая, чужая тебе. А, то есть если ты мне не чужой, то ты можешь созвонить, ставить перед фактом и ехать, даже если мне неудобен твой приезд. Что за неуважение ко мне? Скандалы не помогают, проходят три месяца, люди опять ставят меня перед фактом, что через пару часов буду у тебя. Как с ними бороться? Елена, я думаю, что вы сами понимаете, что глобально ваша ситуация выглядит несколько, ну, так скажем, странновато. В том смысле, что вы как будто бы окружили себя людьми, которые не относятся к вам так, как вы хотите. Вы как будто бы окружили себя людьми, которые не воспринимают вас так, как вы хотите. И если кому-то и можно задать вопрос, как с этим бороться, то это вопрос, наверное, в первую очередь вам. Потому что именно вы, получается, себя такими людьми окружили. Именно вы с такими людьми, получается, выстроили, как бы, ну, отношения такого типа. И, соответственно, эти люди, вот такие, которые не очень вас уважают, которые, там, не очень вас ценят и так далее, получили к вам доступ. То есть, это, в первую очередь, вопрос выбора окружения. Что касается родственников, то это вопрос вашего позиционирования себя. То есть, что это значит? Что такое позиционирование себя? Позиционирование себя, это то, как вы даете людям понять, что вам важно, а что нет. Позиционирование себя, это то, как люди узнают о том, что вам нужно, а что нет. То есть, иными словами, это больше вопрос к вам. Почему человек думает, что может с вами себя так повести? Либо он такой, в принципе, со всеми так себя ведет, либо он такой только с вами. И вот это очень важно увидеть и постараться заметить. Почему так получается, как так получается, да? Вот. Каким образом так получается, это важно, достаточно. Соответственно, если вы ставите себя таким образом, что люди думают, что могут вам вот так сказать, нужно подкорректировать ваше поведение. Нужно научиться адекватно выражать свои чувства и эмоции. Не обязательно это делать через скандал. Тот факт, что вы делаете это через скандал, говорит о том, что либо вы находитесь в определенном напряжении все время, это напряжение может быть не связано с тем, что у вас ставят трет-фактором. Это напряжение может быть связано с чем угодно, например, напряжение связано с тем, что где-то еще вы, ну, скажем так, несколько находитесь в противоречии, в такой, знаете, борьбе с собой. Вот. Это напряжение может быть, в принципе, связано вот с этим аспектом. А на людей, в данном случае, ваших близких и родных, это переключается, это переходит, это перетекает. И в итоге, если вы не замечаете своего напряжения, не замечательно, что ну, где-то вы с собой боретесь, где-то вы себя ломаете, где-то вы себя насилуете, вот, то, конечно, расплачиваться за это будут люди через скандал. То есть, я хочу сказать, что у вас, очевидно, идет накопление негатива, потому что вы сразу устраиваете скандал. Вы можете сказать, ну, так, это же не первый раз происходит, это же не первый раз происходит, поэтому я и скандал. Да, с одной стороны, вы здесь правы, с одной стороны, но с другой стороны, я хотел бы, чтобы вы увидели вот какой момент. А когда люди вас не ставят перед фактом, как вы себя с ними ведете, как вы вообще воспринимаете себя по отношению к людям, когда не происходит таких моментов. мне, например, показалось, ну, вот, как бы, исходя из вашего текста, да, мне показалось, что вы позиционируете себя как бы ниже других людей. Вот другие такие злые, да, как сказал мой коллега, а вы вот значит находитесь в роли здесь жертвы, да, вот, человек, который, которого постоянно, вот, ну, а, человек, которого, он, постоянно, как-то, отделяет чем-то. мне кажется, что на это вам тоже нужно обратить внимание, и мне кажется, что об этом вам тоже имеет смысл, как бы, поговорить с психологом и поработать над этой проблематикой, потому что это важный момент, важная история. Если вы изначально чувствуете себя ниже, чем другие люди, то, конечно же, это будет проявляться в том, что им будет казаться, что с вами можно не считаться. Вот. То есть, почему-то здесь вы обращаете внимание больше на людей, на то, как они себя ведут, но не на то, какой склад вы вносите в то, что происходит. вполне вероятно, что вы привыкли не замечать таких вещей, вполне вероятно, что вам необходимо, нужно устраивать скандал, для того, чтобы таким образом нас удостоверить. То есть, любое системное поведение имеет так называемую вторичную выгоду. Даже если оно не нравится, даже если оно, ну, объективно, скажем, не очень хорошее, все равно в данном конкретном случае, да, можно сказать, что вы устраиваете скандал, ну, или вы можете устраивать скандал, да, потому что что-то с этого получаете для себя. Например, в других более спокойных ситуациях вы допустим никак себя не проявляете, но вот через скандал можете это компенсировать. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу и позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.